Здравствуйте, уважаемые подписчики канала «Процветок». С вами Юлия Кондратенок, кандидат сельскохозяйственных наук. И сегодня мы с вами поговорим о садоводческих мифах. В сфере нашей деятельности всегда много разных поверий, примет, вполне рациональных часто, имеющих в себе здравый смысл, и зерно, как говорится, разумное. Но, с другой стороны, мне по долгу службы часто приходится сталкиваться и с разнообразными мифами, которые часто не столько помогают, сколько вредят и портят жизнь и деревьям, и садоводу-любителю. Был такой случай, человек обратился с таким предложением, что, мол, если растение засыхает, дерево, то его в первую очередь нужно подкормить. Могу сказать следующее. Пока вы не выясните причину усыхания, угнетения вашего растения, так поступать не стоит. Ведь тот признак, что оно усыхает, говорит о том, что у него серьезная проблема. У него может быть повреждена корневая система, у него может быть повреждена проводящая система ствола, то есть на штамбе могут быть язвы. И потом, усыхающее растение может элементарно страдать от недостатка полива. Поэтому в таком случае сначала выясняем, что с деревом, осматриваем его на предмет наличия ран, язв, повреждения корней. И только потом начинаем его восстанавливать. То есть если есть смысл, конечно. Если, допустим, серьезно поврежден ствол, часто это бывает при осмотре повреждения мототримерами, легкий удар леской, особенно на молодых саженцах, кора пересекается, доступ воды от корней к листьям прекращается в большей части, и деревце начинает усыхать. То есть если вы обнаружили такое, соответственно, надо принять меры. Это зачистка, это замазка, это обвязка плотной лентой, чтобы помочь дереву восстановить при помощи колюса поврежденную кору. Если же деревце здоровое, осматриваем корневую систему. Каким образом? Понятно, что мы не можем ее выкопать. Но о состоянии корневой системы свидетельствует закрепление дерева в почве. Если вы возьмете за деревце усыхающее и слегка его пошатаете, если у него есть проблемы с корневой системой, оно отзовется на ваше движение. Оно тоже будет шататься. И очень легко. Здоровая корневая система будет делать... Ваши движения будут упругими. Дерево будет сопротивляться. То есть оно будет пружинить стволик. Часто причиной усыхания деревьев является повреждение такими вредителями, как личинки майских жуков, хрущи. Подгрызание корней может быть водяной полевкой. Такой мышевидный грязун. Об этом свидетельствует обычно наличие нор. А если дело идет о майских жуках, то не поленитесь, просто выкопайте буквально один копок лопатой рядышком с яблоней, недалеко не у самого ствола, и посмотрите на наличие личинок. При сильном заражении личинками майского хруща обычно в почве вы их обнаружите. В таком случае может помочь полив почвы специальным бактериологическим препаратом, который убивает эти личинки. Например, мелобаз. Есть и другие препараты. То есть мы выяснили причину, в чем дело. Мы ее устранили. И после этого в первую очередь усыхающему растению понадобится полив. И только когда оно восстановит тургор, только тогда подкормка. Иначе, если мы дадим подкормку, мы, к сожалению, по сухой почве мы можем вызвать совершенно обратный эффект. Еще одно заблуждение, с которым сталкиваюсь я, к сожалению, довольно-таки часто, это то, что плодовые растения якобы не нуждаются в обязательной обрезке. Это по желанию. Что дайте дереву расти, оно само знает, как ему сформировать крону. Да, оно знает, как ему сформировать крону, чтобы ему было удобно. Но это будет неудобно для вас. Это, во-первых. А при большой нагрузке урожаем, во-вторых, такое дерево с неправильно сформированной естественной кроной часто подвергается повреждениям, разломам, разрывам ветвей и так далее. Более того, растения, которые не обрезаются, не формируются, они начинают плодоносить хуже. У них, особенно у старых сортов, сортов до середины 20 века, будет проявляться такое явление, как периодичность плодоношения. Поэтому обрезка должна быть. И еще такая разновидность этого заблуждения, с которой я столкнулась, что обрезка нужна только яблоням. Черешню обрезать не надо. Мне прямо так по телефону заявили, когда я сказала, что вы черешню не обрезаете. Как? Разве черешню надо обрезать? Я думала, обрезают только яблоню или только грушу. Нет, обрезать нужно все, формировать. Этим вы помогаете и дереву, грамотно распределить нагрузку, грамотно распределить урожай по годам, нормируете его так и себе, облегчая уход за деревом, сбор урожая и красоту на своем участке. Еще с одним заблуждением, с которым приходится сталкиваться, даже утверждением, это то, что сорта со временем вырождаются, переопыляются, как любят говорить, особенно в адрес земляники садовой клубникой. Приходя за новой рассадой, люди говорят, вот у меня сорт переопылился, я хочу выбрать новую, или уточняют, а он не переопылится? Нет. От переопыления сорта никоим образом не меняют свои качества. Дело в том, что все они вегетативные клоны, то есть размножаются вегетативно, и все растения одного сорта фактически идентичны друг другу. Так в чем же причина, что та же самая клубника или смородина со временем вдруг начинает терять свои потребительские качества, начинает мельчать, или наоборот вообще перестает цвести? Почему яблони? Вот казалось, еще недавно было такое хорошее, крупное дерево с крупными яблоками, а тут постарело, яблоки помельчали. Здесь в этом мифе или заблуждении, даже не знаю, как правильно сказать, есть небольшое рациональное зерно. Дело в том, что да, сорт перепылится, и изменить свои свойства от переопыления другим сортом не может ни в коем случае. Но сорт может мутировать. Каждая живая клетка содержит ДНК. Она делится, и в процессе деления, в процессе воздействия каких-то внешних факторов, тех же загрязнения, солнечного света, ультрафиолетов, тоже, кстати, может вызывать мутации, температуры, любого фактора, в клетке может произойти небольшая поломка в ДНК. И появятся мутации. И из клетки, допустим, особенно если она находится в ростовой вегетативной почке или в почке, в которой потом сформируются новые семена, она передастся наследству. Это мутация. И мы можем увидеть на такой ветке, которая выросла из этой почки, измененные плоды с более яркой или более тузкой окраской, более крупные, более мелкие. Это генетические мутации. Такие мутации, положительные и отрицательные, тщательно отслеживаются учеными-сортоведами, чтобы отбраковать их. То есть отбраковать плохие, а вот хорошие мы наоборот стараемся поддержать. Потому что мутации, хоть и изредка, бывают все-таки и положительными. Они приводят к увеличению размера плодов, усилению их окраски, появлению других качеств. Немножко даже может измениться вкус. Все зависит от того, где произошла эта мутация. Так вот, положительные мутации стараются закрепить, отрицательные стараются убрать из сада, срезать это дерево, уничтожить его, чтобы оно не передалось дальше. Но не всегда такое происходит. Особенно если дерево растет давно, или мутация произошла на ранней стадии, то это становится очевидным, и человек считает, что вот у меня эта ветка переродилась. Второй причиной изменения свойств сорта самой частой является заражение вирусами, вирусными инфекциями. Дело в том, что вирус — это такой организм, который встраивается в ДНК живого организма и заставляет его вести себя так, как выгодно ему. Что происходит, допустим, если вирусами заражается земляника? Она перерождается. Вирус блокирует у нее такую важную для нас функцию, как плодоношение. Ягоды становятся мелкими, цветки изменяют свою форму, появляется махровость, зеленолистность, и в конце концов, вплоть до того, что растение перестает свисти. Если вы возьмете от такого растения усы, они тоже будут нести в себе вирус, и вы получите ту же самую картину. Еще одно заблуждение, я считаю, что очень вредоносное, потому что мне приходится по долгу службы сталкиваться с результатами именно его, когда приходишь лечить дерево. По старой памяти многие считают, что растение надо, деревья наши плодовые, белить весной, желательно к Пасхе или к майским праздникам, чтобы было красиво. Но, к сожалению, часто это оказывается уже с запоздалым приемом. Да, у вас будет красиво, но дело в том, что основная задача побелки это не красота в саду. Основная задача побелки это предотвращение солнечных ожогов и морозобоин зимой. А самые опасные периоды это конец зимы, начало весны, февраль, март месяц. Когда снег еще лежит, ночью морозы часто опускаются до минус 10, минус 15 и ниже градусов, а днем светит яркое солнце. Темная кора на солнце нагревается очень быстро. Раствор в клетках, цитоплазма, она оттаивает, вода в штамбе оттаивает. И когда ночью температура резко снижается, получается так, что кора охлаждается быстрее, чем древесина, вокруг которой она располагается. Кора охлаждается быстрее, сжимается и лопается. Я видела морозобоины длиной до метра, именно из-за того, что был очень серьезный перепад температуры. И, к сожалению, деревья часто после таких морозобоин, непобеленные деревья, погибают. Либо заражается рана, поселяется трутовый грибок или европейский, там, обыкновенный черный рак, и дерево опять же страдает и погибает. Поэтому белить растения нужно в первую очередь осенью. Выберите хорошую солнечную погоду, сухую желательно, зачистите кору своих деревьев, побелите. А весной, уже непосредственно к праздникам, вы можете немножко освежить окраску, чтобы ваш сад выглядел празднично и красиво. Некоторые садоводы еще считают, что забивание гвоздей в ствол дерева стимулирует вступление в плодоношение. Нужно сказать, что влияет не железо, влияет само поранение дерева. Дело в том, что растение, у которого поврежден ствол, повреждены скелетные ветви, воспринимает это как сигнал, что ему угрожает серьезная опасность, и ему нужно срочно дать потомство, чтобы успеть размножиться и распространиться. Ведь это основа всего живого, основная, так сказать, цель всего живого, что у нас есть на планете. Этим приемом, кстати, активно пользовались и пользуются садоводы, любители и профессионалы. И называется этот прием кербовка, подрезка. Когда подрезается незначительно кора у дерева на стволе или на скелетных ветвях, чтобы ограничить отток пластических веществ от ветвей к корням. Таким образом, закладываются плодушки, закладываются новые цветочные почки, растение активно плодоносит. Если же мы просто набьем гвоздей в дерево, то да, оно воспримет это как сигнал, что нужно все-таки позаботиться об урожае, но вреда оно нанесет, извините, больше. Тем более, что прием довольно-таки болезненный для дерева, повреждения. То же самое можно сказать и о забивании кольев в просверленные в дереве дырки. По сравнению с этим приемом, гвоздь это все-таки меньшее из зол. Повторюсь, здесь будет механизм действовать не потому, что вы забили колы дерева за плодоносило, а потому, что оно повреждено и расценивает это как сигнал срочно начать плодоношение. То есть, такие приемы нужно применять очень осторожно. И я бы сказала, что все-таки стимулирует вступление в плодоношение гораздо эффективнее обрезка, грамотная обрезка с грамотной формировкой. Ну и также выбор сорта. Дело в том, что старые сорта, такие как антоновка, боровинка, штрейфлинг, особенно на семенных подвоях, они генетически, у них генетически обусловлено позднее вступление в плодоношение. Или вот каштель, знаменитый, очень вкусный зимний сорт, он вступает в плодоношение довольно-таки поздно. И вы можете это ускорить, купив растение на клоновом, карликовом, полукарликовом подвое. То есть, это произойдет гораздо раньше и без всяких гвоздей. Плюс обрезка. Плюс есть еще очень хороший прием, который используется столетиями. Это отгибание ветвей. Некоторые садоводы говорят, хочешь, чтобы дерево побыстрее заплодоносило молодое, повесь ему на ветке подковы. Нужно сказать, что здесь есть тоже рациональное зерно. Дело в том, что стимулирует плодоношение не тот факт, что вы повесили именно подкову, а тот факт, что подкова под своим весом оттянула вертикально растущую ветку в более горизонтальное положение, и она начинает в таком положении активно обрастать плодовыми образованиями. Дело в том, что у растений, как это ни странно, как и у человека, и у других животных есть свои гормоны, которые регулируют жизнь дерева. Допустим, верхушечная почка всегда выделяет гормоны роста. Она стремится нарастить как можно больше массы, нарастить как больше кроны, а уж потом будет плодоношение. Когда вы отгибаете вертикально растущую ветку в горизонтальное положение, она теряет свое господствующее положение. И она уже не может выделять эти гормоны роста. И на первое место выступают гормоны плодоношения, которые стимулируют образование на ней плодушек. Иногда отгибание, просто отгибание ветвей груши в горизонтальное положение приводит к быстрому, извините, горизонтальное положение приводит к быстрому вступлению в плодоношение в течение года-двух, без всяких забиваний и подрезаний. Подкова здесь не столько символ счастья, сколько просто вес. С тем же успехом можно подвесить камень или просто оттянуть ветку при помощи растяжки. Вот такие вот заблуждения встречаются нам в работе, приходится с ними сталкиваться. Какие-то из них безобидные, какие-то вполне довольно-таки опасные. И я надеюсь, что мой небольшой такой рассказ о основных и наиболее распространенных заблуждениях плодоводствия, садоводствия поможет вам растить свои деревья без хлопот, не тратить лишнее усилие, лишнюю энергию на такие ненужные операции и рационально расходовать и свои силы, и силы дерева. С вами была Юлия Кондратенова, кандидат в сельскохозяйственных наук. Подписывайтесь на наш канал, про цветок. Успехов вам и про цветание. До новых встреч!